До матчей против ОГУ КПРФ в активе Норманочки нет ни одной победы после шести матчей. Да, играли нижегородки в основном с лидерами и на их поле. С другой стороны, такая серия и последнее место в турнирной таблице положительных эмоций, конечно, не добавляет. Мы достаточно достойно играли многие игры, которые мы не смогли выиграть. И те же домашние, и со Спартаком было огромное количество моментов, которые мы не могли реализовать. То есть по игре мы уже понимали, что мы можем соперничать, но в то же время побед не было. И это, конечно, очень давлело, потому что девчонки, не каждая, имеют большой опыт, который может к этому отнестись более спокойно. Ситуацию осложняет отсутствие в первом матче Александры Самородовой. Пока в чемпионате за Норманочку забивает только она. Но в первый матч она играть не может. Дисквалификация. В таких ситуациях есть два варианта развития событий. Либо команда сплачивается и бремя лидерства берет на себя партнер, либо команда просто разваливается. В Норманочке вариант первый. Мартьянова и Нелюбова забивают по голу. На что красные орлицы отвечают только голым гаитянки Кике. Ну а лидерами становится Валерия Хлебосолова, который практически не уходит с паркета, и голкипер Мария Сурнина. В отсутствие лидера девчонки сами должны были проявлять. Может быть, в каких-то ситуациях это как бы так и сыграло. Но, несомненно, нам не хватало ее на поле. Как бы сегодня она вышла и помогла. Второй матч тоже непростой. Простых вообще у Норманочки в чемпионате не бывает. В составе Орловчанок играет лучший бомбардир турнира Юлия Денисова, но ей за два матча не удастся забить. Зато свой первый мяч в турнире забивает Алина Фролова. Уже через две минуты Светлана Никольская получает мяч от Марии Сурниной и решается на дальний удар. 2-0. Такие матчи Норманочка не отпускает. Нам очень тяжело далось эти две победы. Физически мы очень сильно устали. Сегодня вообще не было сил. Вчера давали полностью... Ну, вчера, я считаю, что была тяжелее победа, потому что это была первая победа. И так как у нас не играл основной игрок, это капитан наш Александр Самородова. И нам было очень тяжело, но мы преодолели все сложности. Норманочка отыгрывает сразу две позиции и поднимается в зону плей-офф. Следующие матчи с Мосполитехом. Сразу для четырех футболистов Норманочки эти матчи станут принципиальными. Валерия Хлебосолова, Екатерина Краличева, Алина Фролова и Александра Колесова раньше выступали за московский клуб. Александр Быков, Михаил Городников. Время новостей. Александр Быков, Михаил Городников.